Если у вас есть забор, сарай или беседка, очень хочется, чтобы они были красивыми. Но тогда их лучше всего украсить с помощью вертикального озеленения. Хочется, чтобы это еще и давало плоды. А, кстати, есть такая культура. Это же актинидия. Актинидия знаменитая. Вот киви, я думаю, знают все, да? Киви – это тоже актинидия. Актинидий много разных, но чаще всего у нас размножается. Это актинидия коломикта. Вот она, смотрите, прекрасный заборчик. Сейчас он просто зелененький, а через какое-то время некоторые растения станут такими слегка пёстренькими. Красота просто безумная. Ну и, конечно, ягоды. И вкус совершенно бесподобный. Но самое главное, не вкус даже, а то, что они очень-очень полезны. Гораздо полезнее, чем те самые киви, которые мы покупаем в магазине. Ухода, ну, минимальный. Есть маленькая хитрость. Все-таки это удобное растение. Это значит, к женскому экземпляру нужно подсадить мужской экземпляр. Поэтому поедете в питомник, как говорится, сразу берите три женских, один мужской, и все будет в порядке. С опоры снимать не надо. Не подмерзает никогда. Минус 40 будет нормально. Есть жуткий вредитель, который актинидия вредит. Это коты. Кстати, на втором месте после валерьяны как раз актинидия. Вот такое вот замечательное, прекрасное растение. Легко размножается, вначале переносит легкую полутень, а потом вырывается на свет, и дальше уже буйствует очень красиво. То есть целая вот зеленая стена и замечательные ягодки. Чаще всего зрелые ягодки мы находим под актинидией, а не срываем их с этого растения. Но это легкий недостаток. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!